Привет всем любителям фарминг симулятор 22. Мы на карте Бухалова Нью, которая на днях была обновлена ее создателем Жеки Чемби до версии 1.1.0.1. И один из объектов, который претерпел наибольшие изменения в этом обновлении, это коровник. Извиняюсь, ребят. Коровник не просто претерпел изменения, а просто был целиком перестроен. Как видите, здесь появилось два здания для содержания крупного рогатого скота. Изменилась сеносная яма, она стала больше. Перестроена сеносушилка, появились разнообразные ангары для хранения техники, которых раньше не было. Изменился и функционал самого коровника. Теперь сюда мы можем загружать полноценно как корм с соломой, так и в воду. Ну и самая, наверное, тоже немаловажная деталь, если раньше мы на выходе получали от коровника только молоко и жидкий навоз. Теперь мы еще можем здесь получать и твердый навоз. Раньше солома получается в пустоту закидывали, потому что она не отображалась, во-первых, в втором коровнике, во-вторых, собственно, не было твердого навоза. Вот мы заходим в коровнику, то есть к разгрузке воды. По соседству у нас тут точка на разгрузке для корма и соломы. В общем, выйдем сейчас, откроем все наши вставни, чтобы техника могла въехать. Ну и займемся покупкой как участка, где находится коровник, так и будем приобретать животных, чтобы посмотреть, как это все работает. Вот такой вот замечательный участок. Вот она, Синусу, как я говорил, рядом находится водонапорная станция, башня, где мы можем набирать воду абсолютно бесплатно, что тоже очень важно. Не тратимся хотя бы на это, вот покупаем этот участок за 80 с небольшим тысяч евро. Щадящая, конечно, цена, ничего не скажешь. Ну и теперь забиваемся коровами. Буду покупать галштинских коров, уже довольно зрелых, чтобы нам давали молоко. Забивать я буду коровник полностью. Естественно, его не нужно забивать на сто процентов, потому что коровки будут давать приплод, и этот приплод мы, естественно, можем продавать, либо же, наоборот, использовать в дальнейшем для получения молока. Ну вот для чистоты эксперимента я полностью буду забивать в данный момент коровник галштинскими карфровками. Так, 300 голов скота у нас на месте, осталось теперь только загрузиться кормом. Так, сейчас сядем в КАМАЗ, что-то не... А, наверное, глюк из-за режима полета. Сейчас мы это дело подисправим. Да, он не остался подключенным. Отключаем, ну и, собственно, едем в коровник. Сначала загрузим моносмесь, как самый эффективный корм, помятное дело, что можно загружать тоже сяну, но эффективность сейчас на ниже. Поэтому сейчас попытаемся пролезть по этому узкому проходу на КАМАЗе. Да, вот наехали мы на кормушку немножечко. Так, спускаемся. Так, вылезаем. Вот, ребят, как видите, потолки очень низкие, поэтому для разгрузки корма необходимо использовать либо вот подобные прицепы, которые не опрокидываются назад, но имеют заднюю разгрузку, либо же ленточные прицепы, также которые не опрокидываются назад. В случае опрокидывающего прицепа назад, сами понимаете, можно зацепить потолок, но и последствия будут самые интересные. Как размотает тут самосвал или прицеп, большой-большой вопрос. Так, ну вот мы смотрим, 36 тысяч литров моносмеси мы загрузили, это не полная загрузка, полная там, судя по всему, 50 тысяч литров. Отъедем подальше и пересядем в другой КАМАЗ, который уже у нас с аналогичным прицепом, но только загруженным с соломой. Посмотрим сколько ее здесь требуется для полной загрузки. Так, ну вот, вкатываем. Также оценим, сколько у нас тут потребуется соломки. На этот раз уже с горьким опытом научены, аккуратно въезжаем, появляется триггер у нас, разгружаем солому. Ну вот видите, в старом коровнике при развитии соломы она даже не отображалась. Тут она сразу же появляется, так что наши коровки счастливые домой. Мало того, что мы их тут моносмеси кормим хорошими, качественными формами, так еще и соломка у нас как-то полноценно появляется. Очень, конечно, здорово и смотрится отлично. Ну и, говорю по функционалу, у нас теперь появляется твердый наук. Так, ну, как видите, тоже неполная загрузка соломы, полная, она составляет 50 тысяч литров также. Ну и берем воду. Урал, специальный цистерный под жидкости. Разгрузимся, посмотрим, что у нас по воде, какая у нас там максималка. Ну и далее пойдем поспим и в конечном счете посмотрим, чего и сколько у нас произвел наш коровник. Напомню, тут два коровника, поэтому можно комбинировать то, что касается работы с животными. В одном коровнике держать молочных коров, в другом на мясо мясные породы держать. Либо же наоборот и там и там что-то одно то, что вам больше по душе. Так, ну что, разгружаем воду и посмотрим, что у нас там получилось по загрузке. Если память не изменяет, тут загрузка полная по воде 10 тысяч литров. То есть тут цистерна на 10 тысяч литров и аккуратно получается у нас по воде полная загрузка для этого коровника. Так, ну вот загрузка идет. Коробки наши, вот она вода. Коробки довольные, счастливые. Посмотрим, насколько мы будем довольны через месяц. Да, полная загрузка 10 тысяч литров. Так, ну все у нас на месте. Да, не полностью загружена солома и моносмесь. Ну, надеемся, что этого нам хватит. Отправляемся домой спать. Пропустим месяц, уходим в октябрь и оценим результаты работы нашего коровника за этот период. Для нас главный показатель это молоко. Ну и, понятное дело, если брать удобрения туда, сколько у нас выработает всего коровник по жидкому и твердому навозу. Так, смотрим. Молока у нас 13 тысяч, почти 13,5 тысяч литров. Ну вот, было бы, наверное, больше, но, к сожалению, 10 тысяч литров воды для такой толпы коров этого маловато. Поэтому имейте ввиду, ну и моносмесь они тоже все поели, все эти 36 тысяч литров. То есть коровы все-таки надо держать поменьше, ребят, чтобы не пропускать этот момент простоя коровника. Так, ну сейчас загоним на точку загрузки молока. Сейчас всю технику вырастаем и будем грузиться. Ой, куда-то я заехал. В принципе, триггер, он даже не обязательно на триггер заезжает, тут можно будет загрузиться. Так, ставим его тут. Меня, в первую очередь, интересует, конечно, твердый навоз. Согрузку для жидкого навоза, сейчас подтянем кировец. Ну и, в первую очередь, конечно, пойдем мы грузиться твердым навозом. Там, это ключевой вопрос. Раньше твердого навоза на этой карте, ребят, не было именно активного производства коровником. Была не динамическая яма, вот она до сих пор находится. Вот она рядом, можно загружать погрузчиком. Ну вот, видим, триггер отображается, навоз всыпается. Сейчас посмотрим, сколько его коровник произвел за месяц, потому что по твердому навозу у нас триггеры ничего не показывали. Вот, все здорово, конечно, смотрится. Коровник такой, в типичном советском стиле выполнен. Загружаем мы навоз, посмотрим, сколько его. Ну, пока объемы такие производства за месяц, ну, прям очень существенные. Смотрим, уже больше 10 тысяч литров заполнил наш прицеп. Это очень хороший показатель по навозу. Ну, у нас, правда, и коров 360 голов, ой, 360-300 голов, это прям целая толпа, естественно, производство такое шикарное. Вот, больше 20 тысяч литров твердого навоза мы получили. Это, конечно, хороший показатель для одного месяца работы нашего коровника. Ну, и теперь, вот, смотрим, пожиткового навоза тоже полный порядок. Больше 20 тысяч литров смотрим, триггер функционирует. Триггер работает, полный порядок. Грузимся, поэтому проблем с этим нет. Ну, и давайте теперь по молоку проверим, как триггер работает. Вот, видите, даже цистерны не надо было подъезжать на триггер, потому что он довольно широко бы захватывает. Нажимаем на R, загружаемся. То есть, все работает. Сейчас посмотрим по ценам, ребят. Ну, я играю на тяжелой сложности, цены будут не самые высокие. Вообще, коровник, когда речь идет о нем, отбивает он свою стоимость довольно-таки долго, потому что молоко не самый дорогой продукт. И, опять же, сколько мы голов купили, почти на полмиллиона нам обошлось. То есть, это очень серьезные инвестиции. Ну, давайте посмотрим по молоку. У нас там, условно говоря, 13 с половиной тысяч литров молока есть. Ну, как видите, то есть, меньше тысячи евро за тысячу литров на тяжелой сложности. Ну, сейчас посмотрим, сколько это будет на низкой динамической сложности. Ну, цены уже получше, но, сами понимаете, все равно долго, ребят, отбиваться. Ну, в общем, у меня на этом все. Все, что я хотел, я вам показал. Коровник функционирующий. Пользуйтесь на здоровье. Думаю, он вас порадует. Всем удачи, ребят. Всем счастливо. Будьте здоровы в наше непростое время. Пока-пока.